Я тоже не хотел бы повторяться о том, что уже наведено, что у нас три уровня по привлечению инвестиций, по каждым из них соответствующий анализ был дан. Кратко хотел бы за последний год та работа, которую мы, два ведомства, Министерство иностранных дел, МИР, Уполномоченные, ну и Акиматы на местах, и где мы вовлечены, сказать, виденица с точки зрения бизнеса. Последний год мы видим серьезную активизацию наших посольств. Фактически все посольства, не только основные, где указаны основные страны, которые как бы вовлечены в этот процесс привлечения инвестиций, мы видим, что все страны, наши послы сейчас активизировались по организации торгово-экономических миссий, двухсторонних контактов, запрашивают информации. Но это только начальная фаза переговоров, о чем сейчас и Ежан Аулов сказал, и очень важный эффективность, дальше механизм, как эти начальные переговоры, начальную информацию, где уже первые контакты происходят с инвесторами, дальше подхватить и довести до конца. Здесь, по то, что докладывал министр инвестиций, хотел бы сказать, что, наверное, надо досказать. Наш анализ показывает, что мы об этом говорили, и отрадно, что сегодня министр эту проблему поднял. Все-таки у нас, получается, на центральном уровне это МИР и Казнекс Инвест, ну, понятно, остальные органы по своим фронтам, и на местах центра обслуживания инвесторов все-таки там разрыв есть. Просто для примера приведу, что во всех регионах по-разному они организованы, эти центры обслуживания инвесторов в восьми областях, они созданы подразделения в рамках СПК, понимая, мы уже заслушивали летом работу СПК, понимая, что СПК загружены и став фондами, и жилищными проектами, еще какими-то местными, ну, фактически это местные институты развития, понимая, чем они загружены, и то, что инвестиции там являются одним из подразделений, понятно, фокуса нету, и такая работа вряд ли может быть эффективна. В шести областях, городах, значит, они созданы отдельными ТО, то есть это отдельные учреждения, значит, при Акиматах, и поэтому вот такой пестрый подход к организации, где нет единых стандартов, единых подходов, там и штатная численность разная, понимание разное, как эту работу проводим. И то, о чем сейчас уже Ежен Абулфиш сказал, нам, наверное, мир, то, что уже сказал, центром должен, наверное, выступать мир и Казнекс, который четко должен алгоритм действий разработать. Первое, я полностью согласен, у нас сегодня все сайты министерств, сайты Казнекс Инвест, они по-разному устроены, и фактически сегодня инвесторы тяжело ориентируются. Ну и, наверное, такая металлургическая работа едино четко должна быть доведена до местных властей, потому что по единому алгоритму должны работать. Потому что мы видим, что Акиматы тоже активны, мы это видим, и большая и полезная работа проводится и по дорогой экономической миссии, при граничных областях. Но в то же время мы видим, что по опыту Китая, общаясь, мы видим, что в одну и ту же провинцию примерно в течение года 3-4 Акимата ездят и примерно презентуют, делают свой рот-шоу. И здесь трудно понять, какая-то специализация, наверное, должна быть. И даже правительство провинции Сиан нам просто так сообщает, что они тоже не совсем понимают, с кем из конкретных областей, по какой специализации работают. И, наверное, такая единая работа сегодня востребна. Ну и хотел бы поддержать предложение, которое озвучил министр Хасенбек, что все-таки, если вот такой разрыв есть, а это крайне важно, если инвестор переговорную часть МИД начинает, дальше основную работу подхватывает Казнекс инвестиции министерства через единое окно. Ну, здесь надо отметить, что единое окно и сектора, которые созданы в ЦОНах, в принципе, свою полезность сейчас начали показывать. Ну, это только получение государственных услуг. Наверное, этого мало, инвесторам нужно примерно сопровождение. И самое главное, конкретные проекты происходят в конкретных регионах. И крайне важно, что вот эта вертикаль сопровождения, она была как-то так четко работала и была в одном лице. Если Казнекс инвестор, как сейчас предлагает министр Хасенбек, будет открывать свои филиалы ЦОИ, Центр обслуживания инвесторов в регионах, тогда, наверное, дублирование в Акиматах и филиала Казнекса, наверное, неправильно. Все-таки, если Казнекс соответствует, то эта работа должна быть передана там, а соответствующая работа Акиматов должна быть, наверное, перестроена и в какую-то единую методологию построена. Ну, и свой опыт мы хотели бы тоже отметить. В принципе, вот здесь присутствует Алексей Алексеевич Аким в Мангистовской области, который поддержал нашу идею. Просто мы понимали, что вот такой разрыв есть. Предложили, и Центр обслуживания инвесторов передан был под наше управление. По крайней мере, здесь мы в одном месте ЦОПе все услуги получает, тоже есть удобство, это как опыт. Но если Казнекс инвестор будет создавать, мы считаем, что по этому принципу можно двигаться. И, Асавер Закупавч, хотел бы сказать об основных моментах, которые сейчас, скажем, инвесторов интересуют. Но также поддерживаем, что Пат Инка ручной режим работы должен быть, и то, что межведомственная комиссия под вашим руководством, такой уровень, безусловно, нужен. Здесь хотел бы отметить, Асавер Закупавч, мне кажется, тогда нужно пересмотреть и статус инвестором Буцмана. Если фактически мы понимаем, что сегодня инвестором Буцман – это министр инвестиций и развития, но для межведомственной координации, даже по тем жалобам, которые поступают, таких полномочий не хватает по своей горизонтали, то, наверное, статус инвестором Буцмана тоже надо поднимать до уровня первого вида примера, чтобы было понятно, и все госорганы, нацкомпании понимали уровень принятия решений и ответственности по этим вопросам, потому что жалобы к инвестору национально поступают, и понятно, что должны быть соответствующие меры. Здесь хотел бы отметить, что по разрешительным. Сейчас оба министра показали, особенно в докладе Хасамбека, какая работа проделана, большая по разрешительным, доинг-бизнесам, упрощение администров по налоговым. Нам кажется, что сейчас крайне важно показать инвесторам вопросы сбыта, и это становится сейчас ключевым фактором, то, что мы обсуждали и на инвесторштабе Бахшина Аберча, вопрос сбыта. Здесь мы предлагаем нашим инвесторам четко предлагать сформировать продукты, мы здесь готовы вместе с Казинвестором эту работу проделать, то есть четко указать, что привлекая инвестиции в Казахстан, вы получите окно в Россию, вы станете поставщиками продовольственных продуктов конкретно на рынке Китая, Ирана, и четко показать этот алгоритм работы. И мне кажется, когда четко они понимают, какой объем сбыта есть, эта работа будет сделана. Ну и хотели бы сейчас эта работа по переформатированной работе Казахстан продолжается, просто хотели бы сказать, являясь, мы в Совете директоров присутствуем, все-таки нам кажется, те KPI, которые поставлены перед Казахстан, не совсем, наверное, отвечают к выполнению тем задачам. Наверное, эта работа сейчас тоже министерством совместно с нами будет сделана. Просто хотел перечислить, в таких ключевых индикаторах, допустим, стоят количество потенциальных инвесторов, которые были направлены, количество пресс-конференций, количество проведенных двухсторонных миссий. Но, к сожалению, нет четкого такого KPI, объем привлеченных иностранных инститций на каждый вложенный государством в тенге. Мне кажется, вот такие KPI должны быть на первом месте, и тогда работа Казнекса будет, а не те, которые там просто перечислять количество тех или иных мероприятий, которые происходят. Ну и также считаем по привлечению инвестиций посмотреть опыт, уже поручение Бахшан Абдирча было, опыт Кореи посмотреть по формированию специальных зон для иностранных инвестиций посмотреть. Ну и также было поручение Бахшан Абдирча посмотреть опыт, по которому сейчас Япония работает с Россией, по территориям опережающего роста. И то, что уже министр Хасмбек докладывал по СЭЗ и МИЗ, здесь тоже есть. Но там, в Корее мы посмотрели, там очень жесткие коммитменты, то есть для того, чтобы... Ну и при этом выполняете коммитменты, то есть не менее 50 миллионов объемных инвестиций, то есть инвестор четко должен понимать свои показатели, которые он должен выполнить, объем рабочих мест. И, соответственно, взамен он получает четкие тоже каникулы, сокращение оптимизации по налогам, льготы по налогам и те меры поддержки, пакет, которые есть. Хотя у нас, в принципе, законом о инвестиционной деятельности эти горизонтальные меры всем, в принципе, даны. Ну вот примерно такие подходы мы к этой работе готовы и эту работу готовы выполнить. И считаю, что по переформатированию Казнекс, особенно на территории, на зрелое время, мне кажется, решение нужно принимать.